это программа сиюн сегодня у нас в гостях руководитель театральной студии рада лариса горбанева лариса здравствуйте здравствуйте очень рада видеть вас на программе следующем году в вашей театральной студии исполняется пять лет вот какая постановка планируется в юбилейный год в юбилейный год очень хотелось бы взять за основу сказки пушкина александра сергеевича я хочу использовать биографию поэта а также взять за основу сказку о царе салтане потому что она очень яркая очень необычная и там можно использовать очень яркие актерские образы вообще сколько будет людей задействовано в этом спектакле но планируется что будет участвовать вся студия то есть все шесть групп которые у меня есть и конечно это будет и малыши и средняя группа и также взрослые люди которые ходят у меня в студии уже не первый год а возраст ваших участников от скольки до скольки возраст участников но вообще набор в студию ведется с трех лет с трех лет да я набираю первые то есть там подготовительная группа идет отбор и идет привыкание ребяток они начинают знакомиться что такое с тем что такое театральное искусство учат разминки учат технику первую речевую гимнастику а потом дальше уже их распределяют другие группы да то есть постарше там есть у меня группы и средний самый взрослый участник студии ему исполнилось в этом году 55 лет то есть можно сказать что возраст участников от 3 до 55 лет вообще я слышала что к вам очень трудно попасть в этом году вы даже набор не делали будет ли следующем году набор но дело в том что попасть действительно сейчас уже стало проблематично если первый год и принимала всех желающих абсолютно всех кто хотел участвовать то сейчас примерный примерное количество участников уже достигло более 50 человек и сами понимаете что для одной театральной студии 50 человек это очень много но все равно есть желающие и конечно же я с удовольствием буду набирать их в этом году в октябре в октябре могут прийти люди любого возраста то есть это и малыши трехлетки это могут прийти средний возраст ребятки которые хотят да например очень много школьников я знаю что старших классов они думают 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 а потом решают вдруг 15 лет что да мы хотим стать актерами или актрисами им это очень интересно и они тоже приходят я с удовольствием беру таких ребят и конечно взрослых я конечно люблю чтобы приходили взрослые люди на студию и мне очень интересно потому что у них за плечами всегда есть какой-то опыт то есть они где-то когда-то выступали либо у них там есть какая-то практика тоже постановочная и всегда это обмен опытом поэтому я очень мне очень нравится сотрудничать именно с взрослыми людьми почему я с удовольствием принимаю на студию людей любого возраста вот вы поставили уже несколько спектаклей достаточно сложных у вас были несколько действий до спектакли вот скажите какой на ваш взгляд самые вот самые эффектные хорошо сыгранные спектакль вы знаете это очень сложно сказать потому что студия существует недавно четыре года это не срок для ну вот существования театральной студии потому что актерское мастерство и вот актерская практика она нарабатывается годами 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 и постановочная вот работа она тоже не приходит вот так сразу и поэтому я даже вот не скажу я думаю что лучшие постановки у нас еще впереди но есть такие очень интересные актерские работы за которые у нас уже есть награды мы участвовали молодежной весне и у нас два гран-при есть за художественное слово и за номинацию театр за варшавскую мелодию вот но я думаю что вот такие сильные спектакли у нас еще они предстоят наблюдая за вашими постановками увидела что очень красивые шикарные костюмы вот кто занимается разработкой костюмов пошивом идеи вот создания таких костюмов но идеи всегда рождаются конечно у меня потому что так случилось что я единственная на данный момент руководительница студии и мне очень хочется чтобы не были вот он помощники в плане может быть как администратор или помощник режиссера да но у меня есть очень хорошая команда которая сложилась за вот эти несколько лет существования в студии студии у меня хорошие художники и когда у меня возникает какая-то идея я прихожу к ним и и вот просто с ними советую как можно сделать этот или иной костюм как можно решить или иные декорации они с таким вот прям с большой помощью и вот желанием они они всегда отзываются на любые мои просьбы и я конечно им очень благодарна у меня очень хорошие помощники вот художники по свету звуковики тоже такие ребята которые всегда идут мне навстречу всегда помогает поэтому так вот сказать что я там одна такая молодец это конечно будет слишком нет у меня есть команда которая мне помогает и вот и костюмы и это совместные идеи бывают с какими-то актерами то есть мы разрабатываем вместе художники все это рисуют и конечно мы управляем у нас в основном костюма мы заказываем но есть и наши костюмеры которые помогают и они шьют и вот если вы видели до последняя постановка которая у нас была эта сказка про емелю и там надо было нам сделать костюм дровишек деле месяц думали как же сделать вот эти костюмы полешек дровишек потому что и они получились они очень таки оригинальные а вот у вас есть девушки которые занимаются да уже там 17 16 лет есть такие случаи вот когда они все-таки решается свою жизнь связать с театром и поступать куда-то в театральные вузы училища колледжа ну такие люди есть и я даже не столько было участников студии что я даже не знаю всех перечислять это как-то присваивать то что это я такая молодец и они помощи меня там поступили ли чего-то добились я не хочу да есть люди которые решили связать свою судьбу и карьеру именно вот постановочной частью либо на телевидении либо там как-то еще заниматься искусством потому что это их желание я может быть я их заразила этим а может быть да посодействовала немножко поэтому да есть безусловно вот работая в театре до работа своей театральной группы надо самому развиваться рисуют какие-то курсы профессиональной переподготовки вы проходите да я сейчас учусь в академии и вот в сентябре буду защищать диплом и сейчас готовлю дипломный свой спектакль варшавскую мелодию я хочу сделать если мы на конкурсе использовали фрагмент то сейчас мы будем оставить ее полностью целиком а так конечно я вот посещала несколько фестивалей и очень конечно хочу попасть на фестиваль уличных театров вот в городе архангельске к сожалению ни разу не удалось мне посетить этот фестиваль то что в москве вот когда я была да на нескольких фестивалях конечно большой колоссальный вот опыт приобретаешь когда ты видишь как работают люди как они работают с декорациями какие у них костюмы это все равно всегда все откладывает большой отпечаток также я была вот на театральном фестивале в городе котласе очень мне понравилось у них фестиваль профессиональных театров и у них там были театры со всей россии даже были из гомеля из белоруссии были театры там 12 или 14 театров было профессиональных именно это конечно такой уровень мастерства и у них проходили там мастер-классы и там была сцена движения сценический бой преподавали нам и словесное действие были мастер-классы и я конечно с большим удовольствием всегда посещая любые курсы которые происходят ну и вот здесь у нас тоже на ринмаре когда были театральные фестивали конечно же студия у меня обязательно посещает все спектакли и мы смотрим очень много видеоматериала то есть обязательно программу развития студии входит просмотр балетов прослушивание классической музыки и просмотры разных спектаклей а вот готовясь к спектаклю вы ведь не только разучиваете роли да еще есть какой-то подготовительный такой этап где наверно придется вот развитие речи постановка голоса это раскрепощение вот как происходит ваше занятие ну вообще всегда мы начинаем с разминок разминки носят характер тренажей то есть это тренажи актерское мастерство обязательно сценическая речь обязательно сцен движения это вот три основных таких элемента которые но я использую вообще в развитии артиста а потом мы уже начинаем разбирать историю создания обязательно то есть это нужно погрузить артиста в ту атмосферу вот если например мы шекспира ставили то естественно там другая манера разговаривание в общении другая манера вообще движение и для того чтобы спектакль получился вот эту атмосферу и и нужно передать поэтому мы конечно работаем и и над историко бытовыми танцами движением над речью и потом уже непосредственно все это воплощаем спектакле но еще один вопрос который я вам не могу не задать лариса какая есть вот мечта вот связана именно вот с вашей театральной студии может быть как хотите какой-то поставить такой спектакль вот особенный который уже давно у вас мечта вообще я хочу чтобы студия развивалась и вот такая вот большая большая мечта которая греет мою душу же не знаю несколько лет это вы знаете наверное что в городе на римаре нет у нас профессионального театра и вот это было конечно очень здорово если бы у нас в городе появился бы профессиональный театр на базе моей студии либо это просто будет профессиональный театр которые создадут другие люди я буду только за но вот очень хочется потому что округ развивается и видно что очень много всего и возможности очень большие округа а то что нет театра это большой минус и ведь интерес есть у зрителей есть а вы знаете вот в октябре этого года прошлого года вернее в октябре прошлого года мы устраивали театральный сезон и показывали четыре спектакля и у нас каждый показ ну по несколько раз мы показывали получилось у нас всего по моему 10 10 показов и вы знаете всегда была публика всегда очень востребованы сказки очень то есть дети с родителями приходят и родители так благодарны потому что сказки они все равно учат доброте каким-то нравственным устоем и родители они хотят чтобы их дети развивались были добрыми смелыми сильными умелыми а вот а сказки этому учат затем у нас был школьный вариант от ивана до ивана это по биографиям бунина и крылова это был такой проект первый у меня он такой немножечко конечно угловатый получился спектакль небольшой на 40 минут но он был такой интересный мы его показывали в школе несколько у нас было показов и для взрослых и была публика очень отзывы были хорошие публика была благодарна и они спрашивают вот сейчас знакомые у меня подходят когда когда будут у вас опять такой сезон где вы там будете показывать свои новые постановки я думаю что вот в октябре или ноябре этого года 15 мы сделаем такой живот показ и у нас будет несколько спектаклей и сказки тоже сказки обязательно спасибо большое вам за интересное интервью но я думаю вы нас еще не один раз порадуете своими великолепными постановками вам желаем творческих успехов вам и вашей группе это была программа сиюн у нас гостях был руководитель театральной студии рада лариса горбанева лариса это и